Добрейшего времени, дорогие друзья! С вами Алексей. Мне удалось взять интервью у Евгения Григоровича, разработчика Казаков 3, Сталкера и, собственно говоря, всех частей Казаков и разных других игр. Как проходило интервью, я написал ему 22 вопроса, он ответил мне на эти вопросы. И сейчас я вам эти вопросы и его ответы озвучу. А также вы сможете их наблюдать на ваших экранах. Помимо всего прочего, все эти вопросы будут продублированы на сайте lordigle.ru Первый вопрос. Многих игроков интересует вопрос, что будет, когда Казакам 3 исполнится год? Продолжите ли вы поддержку Казаков 3 или начнете, может быть уже начали, разрабатывать другую игру, либо у вас какие-то другие планы? Ответ Евгения. Конечно же мы продолжим поддержку, так как еще остался ряд до сих пор раздражающих багов. Продолжим улучшать баланс, плюс надеюсь, что будем модернизировать и уже имеющиеся фичи. Уже совсем скоро начнем, начали разработку новой игры, игр. Но подробнее пока не расскажу. Очень хороший ответ. Рад то, что поддержка Казаков 3 продолжится. Что будут какие-то изменения, надеюсь, они будут в лучшую сторону, будет улучшаться баланс. И разное, разное, разное. Помимо всего прочего, то, что идет работа над уже, ну, либо игрой, либо играми, это тоже очень-очень радует. Следующий вопрос. Когда Казаки 4 уже определились с датой? Такой вопросик. И отвечает Евгений. Гарантированный способ не ошибиться с датой, ее не сообщать. Да, к сожалению, периодически разработчики Казаков, сообщив определенные даты, прогадывали с назначением даты и задерживали то, либо иное обновление. Поэтому иногда слаживалось, скажем так, очень негативное в этом плане отношение. Поэтому я тут тоже соглашусь, что если не определены с датой, то лучше ее не сообщать. Но будут ли Казаки 4 или не будут? Может быть та игра, над которой работают разработчики и есть Казаки 4, пока неизвестно. Третий вопрос. Планируется ли создание кланов в игре? Так, чтобы игроки могли создавать клан не на сторонних ресурсах и просто указывать в нике название клана. А именно создавание кланов в игре. Ответ Евгения. Возможно, но без точных сроков. Будем ждать. Четвертый вопрос. Будут ли еще DLC с нациями наподобие Шотландии? Если да, то какие нации? Ответ Евгения. У нас есть возможные варианты таких наций, но пока не готов ничего анонсировать. Решение о начале производства не принято. То есть есть какие-то мысли по поводу того, что будут какие-то нации, но какие, возможно, неизвестно. Или пока просто-напросто еще не начали работу, потому как недавно совсем вышла четвертая запланированная DLC. Поэтому будем опять-таки ждать и надеяться, что все-таки нации какие-то интересненькие еще появятся. И именно они будут наподобие Шотландии. То есть в каком плане? Они будут отличаться от основных стандартных европейских наций. Пятый вопрос. Планируется ли добавление в настройки раздела с изменением горячих клавиш? Тоже очень такой интересный момент. Некоторые горячие клавиши хотелось бы сделать под себя. Ответ. Эх. Пока доступны только неофициальные косты с редактированием файла с горячими клавишами в текстовом редакторе. И указан путь. Собственно говоря, все верно. То есть если вам не нравятся горячие клавиши, можно пока это поменять не в игре, скажем так, не заходя в игру, а вот именно в текстовом каком-то редакторе. Ход кейс изменив. Шестой вопрос. Планируется ли добавление пользовательского интерфейса в редактор карт и сценариев, а также возможность играть на созданных картах? Отвечает Евгений. Сейчас обсуждается у нас в офисе. Решение пока не принято. Следующий вопрос. Седьмой. Планируется ли введение чата в игру, где при клике мышкой по нику мы сразу можем написать личное сообщение? Да, планируется. Это тоже, кстати говоря, радостная новость. Иногда вот так, чтобы выделен был именно игрок, которому вы хотите написать, было бы здорово, чтобы игрок понимал, что это сообщение относится к нему, а не надо было там пытаться в горячке писать его ник или имя. Следующий. Планируется ли отображение статистики сыгранных матчей, как было в Казаках 1, и возможность посмотреть статистики любого игрока? Ответ. Сейчас обсуждаем. Возможно, будет. Следующий. Девятый вопрос. Планируется ли добавление вращения камеры? Отвечает Евгений. Очень бы хотелось, но вряд ли сделаем. Это непростая задача, которая потребует решения некоторых недочетов, которые при текущей камере не видно. То есть, для того, чтобы вращалась камера, надо убрать ряд недочетов. Это, наверное, большая трудоемкая работа, которая требует большого времени, и, наверное, разработчики хотят его потратить на более какие-то важные дела. Следующий вопрос. Можно ли усилить искусственный интеллект? А то Липтон в пакетике рвет 7 невозможных на Сейн Нейшн. Отвечает Евгений. Попробуем. Но Липтон в пакетике великолепный игрок. И он, я думаю, всегда найдет уязвимости даже в улучшенном искусственном интеллекте. И сможет его обыграть. Ну, читер, наверное, так хотел написать. Это как улучшать систему безопасности от хакеров. Сколько не улучшай, а все равно взломают. Но сделает это один из тысячи. Вот так-то, Липтон. Поэтому хорош читерить и давай переходи играть в нормальное русло. Следующий вопрос. Планируются ли еще стримы с разработчиками? А нужно, отвечает Евгений. Ну, пишите, ребята, в комментариях, нужны ли еще стримы с разработчиками. И вообще, пишите в комментариях ваше мнение о том, о вопросах, о ответах, о том, что ответил Евгений. О том, что бы вы хотели ждать от Казаков 3. Либо от тех игр, которые бы вы хотели, чтобы разработчики Казаков разработали. Вот так это было бы здорово слышать ваше мнение. Читать. Следующий вопрос. Появится ли разделение рейтинговых игр на одиночные и командные бои? Например, 2 на 2, 3 на 3. Ну и вообще, какие планы на рейтинговые игры? Пока мы не планируем менять рейтинговый режим. То есть, есть игры 1 на 1, это рейтинговые, и остальные игры, в том числе командные, не рейтинговые. Это может быть не так интересно для командных игроков, но рейтинг подразумевает игру со случайными игроками, в то время как командные игроки хотят выступать своей командой. И здесь ожидать нормального подбора случайных игроков трудно. Ну, тут я соглашусь, конечно. При игре 2 на 2, 3 на 3 будет очень сильно зависеть от того, кто попадет вам в команду. Если же вы вдвоем будете играть, два сильных игрока, то может сложиться, что просто-напросто каких-то два топовых игрока будут рвать все и вся. Поэтому это такой очень сложный момент, и он возможен, наверное, только в том случае, если там онлайн казаков очень-очень сильно возрастет. Следующий вопрос. Планируется ли Элло разбить на дивизионы, чтобы игроки 1 ранга не попадали с игроками 3 или 4 ранга? Отвечает Евгений. Есть идея ввести несколько более низких рангов, которые не будут выделяться в интерфейсе, но будут лучше подбирать игроков. Например, сейчас игрок с рангом 500 или 1000 считаются игроками 1 ранга, хотя очевидно, что это не так. Введение таких рангов не решит ситуацию, что игроки 1 ранга попадают к третьему, но игроки с рангом менее 1000 уже не будут попадать с третьим. В общем, вы поняли, я надеюсь. Следующий вопрос очень интересный. Где бедуины и когда бедуины? А ответ не менее интересен. Эх, эх, где же бедуины? Когда же они будут выйти? Мы их так ждем. Они Алжиру очень-очень сильно пригодятся. Давайте перейдем к следующему вопросу. 15. Будет ли введен режим наблюдателя для удобного проведения турниров? Действительно, очень надо. Это очень-очень интересный момент, потому как я, как стример, очень хочу, чтобы этот был момент. Отвечает Евгений. Будет как минимум для официальных турниров. То есть, одну игру 1 на 1 смогут стримить 6 игроков. А на генерацию карты и баланс расположения это влиять не будет. Это уже очень здорово. Особенно, когда будет проходить та же сезонная битва. Когда в прошлой сезонной битве были кое-какие проблемы с тем, чтобы стримить эту сезонную битву одновременно несколько стримеров. Да, поэтому ограничивались только тем, что битва шла 1 на 1 и добавлялось там 2 стримеров. А хотело большее количество стримеров. Вот так. 16. Планируется ли ребаланс уникально бесполезных юнитов? Пантор, Егер, Шотландский Стрелок, Лучник Кланов, Донской Казак. Ну, собственно говоря, этот список можно увеличивать. И так далее. И тому подобное. Так точно, отвечает Евгений. Планируется. И это здорово, потому как фактически не пользуется никто этими юнитами. Поэтому их надо, на мой взгляд, улучшать. С этим согласны разработчики казаков. Далее. Что с флотом? Планируется какой-то ребаланс флота? Будет ли флот 18 века? Если да, то когда? Евгений дал ответ. Корабли 18 века пока без комментариев. То есть, так же, как и с другими некоторыми вопросами. Пока не хотят анонсировать. Пока не хотят вообще говорить, будет или нет. То есть, очень много другой какой-то работы. А на это уже будем посмотреть. Таким вот образом пытается ответить Евгений. Ребаланс? Да, будет. В одном из последних патчей отказались от механики кораблей стрельбы по своим. И собственный флот при неверном размещении перестал сносить свои же корабли. Это тоже, кстати говоря, очень здоровская вещь. Но пока у меня не возникает играть на морских картах. Желание. Вот так. Восемнадцатый вопрос. Думали ли вы над тем, чтобы добавить в игру достижения в виде скинов, иконок, либо чего-то еще, что подчеркивало бы индивидуальность игроков? Да, такой вот момент интересный. Нет, не думали. Но идея интересная. Единственный способ на данный момент индивидуализации это ник и его написание, качество игры, рейтинг в конце сезона дает награду. Но я думаю, что так как идея интересная, то, наверное, все-таки разработчики подумают над этим моментом. Было бы здорово, например, вы там смогли уничтожить, к примеру, 7 невозможно. Вы получили такую-то там ачивку, какой-то там скин или какую-то там картинку. Вы прошли такую-то кампанию, вы получили какую-то такую картинку. То есть масса вариаций, как это можно сделать. Даже банально там какой-то там сделать альбом, ну грубо так, альбом с наклейками или там с марками и выдавать эти марки за определенные достижения. Это было бы просто здорово. Это, я думаю, что привлекло бы многих игроков, которые бы хотели бы получить эти достижения. Если это будет все красиво оформлено и все классно сделано, то просто супер. Плюс сделать какой-то обмен между игроками. Это было бы интересно, скажем так. Девятнадцатый вопрос. За что так поступили с Данией и планируется ли ввести ее обратно в игру? Здесь надо немножечко сказать, прокомментировать этот вопрос. Собственно говоря, Дания из нации, у которой были чуть ли не самые лучшие стрелки, превратилась в 18 века. Стрелки превратилась в нацию с, наверное, наиболее худшими стрелками 18 века. Поэтому и был задан этот вопрос и ответ Евгения. Конечно. А что с ней? Ну, в общем, собственно, я и описал, что с ней. 18 век? Ну, просто никакой. Двадцать первый вопрос. Есть ли в планах... Прошу прощения, двадцатый. Есть ли в планах как-то разнообразить войска европейских наций? Многие из них отличаются в мелочах. Основное отличие – дизайн построек. По визуальной части есть идеи, но решение не принято. То есть, по визуальной части войск непосредственно. По характеристикам добавить уникальности нации попробуем за счет индивидуальных для наций бонусов, улучшений и их стоимости. Это тоже, кстати говоря, такой хороший и интересный момент, когда, допустим, у нации... Вот если взять, например, нацию Баварию и Саксонию, да, то помимо там небольшого количества юнитов, которые отличаются, у них отличий больше нет. Вот абсолютно две одинаковые нации. Ну, за исключением строений, да, как они выглядят. То добавишь, допустим, одной нации, к примеру, увеличенную стоимость того-то или более дешевую, например, скорострельности. А другой, там, увеличенную скорость, увеличенную, более, там, например, дорогую подкову, но при этом там будут более крутые кони. А у той, например, более, там, мушкетеры крутые, поэтому там надо сделать стоимость, скажем, силы выстрела более дорогой. То есть, ну, вот такие вот разнообразия, они тоже внесут разнообразие нации. Это, это да, это, это, это круто, это здорово. 21 вопрос. Сейчас ждуны Сталкера будут очень рады. Это вопрос как раз таки касается Сталкера. Когда Сталкер 2? Когда же Сталкер 2 интересует очень многих ждунов Сталкера? Отвечает Евгений. Хороший, свежий вопрос. Следите за анонсами кампании. И вот тут, ребята, и вот тут, в принципе, кроется, скажем так, наверное, второе дно. Это чисто мое мнение и чисто мои домыслы. Поэтому сейчас вот на этот вопрос момент, где я пытаюсь вас, скажем так, привлечь ваше внимание. Потому что это чисто мои домыслы. Не ответ. Ответ такой, как он есть. А то, что сейчас я буду говорить. Раз Евгений написал, следите за анонсами кампании, возможно, он нам намекает. Да, мы работаем над Сталкером 2. Да, он, наверное, скоро, ну, скоро или не скоро, да, но он будет. И следите, мол, за анонсами кампании. Это лишь, вот, повторюсь, это мои домыслы. И, возможно, это все будет. А может быть, он наоборот, так, чтобы какие-то там конкуренты тоже как-то что-то там зашевелились или не подумали, что ребята работают, отвлеклись от чего-то там другого. В общем, вопрос с подковыркой. Но на мое мнение, вот я как считаю, что работа на Сталкером 2, наверное, уже ведется. Это чисто мои домыслы. Ну и последний вопрос. Возможно ли я что-то упустил? Если есть что-то сказать, о чем я не спросил, не стесняйтесь. Говорите. Ответ Евгения. Я восхищаюсь игроками Казаков 3. Часто думаю, что это огромная удача, когда в твое детище играет так много умных, интереснейших и талантливых людей. Хотелось рассказать об этом. Спасибо, Евгения, за ответы. Вам, ребята, спасибо за то, что вы смотрели. Пишите ваши комментарии. Будет интересно знать, что вы думаете по поводу ответов и вопросов, конечно же. На этом я заканчиваю. С вами был Алексей. Спасибо, что подписались и лайкнули это видео. Всем добра. Пока-пока.